Здравствуйте, я Елена Базанова, художник-акварелист. И сегодня мы начинаем небольшой краткий курс по технике акварели, который презентует для вас завод Невская палитра. Для начала познакомимся с акварельными материалами, которыми мы будем пользоваться в работе. Это разные кисти разного размера. В основном это белка. Также нам потребуются флейцы для работы, чтобы смачивать бумагу и увлажнять большие широкие фрагменты на работе. Карандаши. Карандаши нам потребуются мягкости Б и 2Б. Обычно заточка фабричная идет вот такая вот. Но я рекомендую все-таки профессионально затачивать карандаши более куносообразно, чтобы более плавно грифель переходил в сам стержень. Мягкие резинки. Может быть потребуется для работы резинка с двумя концами, жестким и мягким концом. Желательно иметь в работе две банки воды для грязной и чистой воды. Также для работы нам потребуется палитра. Я рекомендую использовать пластиковую белую палитру, на которой хорошо краски ложатся и можно их вторично использовать потом в живописи. В своей работе я использую краски белые ночи завода Невская палитра. Они очень хороши по качеству и соответствуют всем профессиональным требованиям художника. Моя палитра насчитывает из 6 цветов. Она немножко отличается от той палитры, которая обычно идет в упаковке заводской. Собственно говоря, палитра вообще широкая у производителя и можно сделать набор по своему вкусу из тех красок, которые наиболее употребимы для какой-либо задачи в данный момент. Давайте начнем распаковывать наши краски. Это всегда мне напоминает детство мое, когда как конфетки их распаковываешь. Красивые, нарядные. Это кармий лимонный у нас. Давайте что-нибудь красное возьмем, успокоим. Этикетки не выбрасываем. Потом в дальнейшем с ними нужно сделать выкрас для того, чтобы запомнить, в каком месте коробки находится какая краска. Потому что, когда краски распакованные стоят, они выглядят довольно темными. И порой очень сложно понять, какой цвет скрывается в той или иной кивете. То есть, допустим, вот индиго темная краска и та же сажа газовая, они будут совершенно неразличимы по цвету. И для того, чтобы потом узнать, в какой кивете какая краска находится, надо просто заучить положение красок в коробке. И в выкрасах еще одна есть польза. Когда у вас закончится какой-либо цвет в кивете, вы пойдете в магазин и купите просыпью нужную вам краску. Для вашего удобства низкая палитра делает вкладыши в коробке, на которых также можно сделать шпаргалку и обозначить, какие краски у вас находятся в коробке. Я хочу немного подробнее вас познакомить с правильным выбором кистей для работы. Я работаю в основном беличьими кистями завода низкой палитра, которые имеют разную форму. У них может быть лопаточкой форма, плоские, круглые кисти, флейцы. И когда вы покупаете кисть, помните о том, что в таком состоянии, конечно, она еще не совсем готова к работе. Она зафиксирована клейстером, поэтому нужно обязательно кисть смочить, чтобы она приобрела живую свою форму рабочую. И тогда вы полностью можете понять, какого качества кисть, прогладить ее, увидеть, какой набор какого качества и оценить таким образом качество кисти, которой вы будете работать. Вот этот клопачок никогда больше не используете. Он только для продажи, для транспортировки в момент продажи используется. В дальнейшем, конечно, мы не используем эти клопачки. Также с флейцем поступаем. Это всего лишь защитный чехол для того, чтобы покупатель получил качественную красивую кисть. Для хранения кисти лучше использовать вот такого плана ценовки специальной. Они продаются в магазинах художных товаров, поэтому они скручиваются легко в автобус, кисти не повреждаются и хорошо просыхают. Одну важную вещь нужно рассказать про то, как кисти нужно высушивать правильно после работы. Вот такие широкие кисти обычно снабжены дырочками, не просто так. Желательно, конечно, их вешать, чтобы вода стекала из самой кисти. Не вот так вот, когда может разбухнуть деревянная основа кисти, и потом волос быстрее выпадает. А правильно толстые кисти, конечно, сушить вот в таком подвешенном состоянии. После работы кисти тоже желательно промыть водой, но если очень сильно загрязненная кисть, то можно даже хрязственным мылом ее промывать, чтобы в дальнейшем она была готова к работе, была чистая, не содержала остатков мелкодисперсных пигментов. В своей работе я использую бумагу профессионального качества также, которая изготовлена из стопроцентного хлопка. Такая бумага бывает трех фактур – гладкая, средняя и грубая, типа торшон. В данном случае сегодня я буду использовать бумагу производства Ханны Мюлли, немецкая бумага, серия Сезанн, 300 грамм плотность, и эта фактура грубая, торшон. Для работы акварелью я использую обычно пластиковый планшет из оргстекла, он идеально ровный. Прозрачность его позволяет использовать еще как светостол, иногда такой потребуется в работе, когда вы не уверены в своем рисунке делать предварительный рисунок, а затем через подсветку, через светостол переводите рисунок на чистовой лист. Еще один элемент в работе важный, при моей технологии письма по мокрым и сухому одновременно – это марля, которая будет у нас работать с прослойкой между стеклом, планшетом и листом бумаги. Сегодняшняя задача будет заключаться в том, что мы будем писать небольшой акварельный натюрморт с фруктами. Натюрморт на столик простой, светлая драпировка внизу, темная – это фон, очень условный он будет, лишних драпировок делать не будем. и вот наша лаза будет примерно так стоять. Слева и гранат. Сначала целый поставим гранат, посмотрим потом, может быть, мы его уберем. Слишком много предметов для тюрморта, может быть, не потребуется. Разрежем наш гранат. Всегда очень волнительный момент, потому что никогда не знаешь, что скрывается внутри. Гранат светлый. Ну, еще раз развернем гранат. Ну, пусть такой будет гранат. И еще виноградинок добавим в нашу обстановку. И еще немножко зернышек с гранатами выбросим. Примерно так. Обычно в своей работе с натуры, когда я пишу на тюрморты, студии или на пленэре, я стараюсь выставлять свет таким образом, чтобы падающий свет не мешал мне работать на листе. То есть, поскольку я правша, то свет должен падать с левой стороны. По этой причине очень многие работы освещены именно с левой стороны для меня. И сейчас у нас ситуация очень условная для работы будет, но желательно, конечно, когда вы будете практиковаться, ставить натюрморт и писать его, очень четко выставлять боковой свет и желательно дневной. Давайте завершу постановку. Последний акцент. Небольшой зерновой гранаты. Ну, в целом, задача ясна. На темном фоне у нас выходит ваза с фруктами. Красивые ритмы хвостиков, листиков. На переднем плане у нас получается три небольших объекта. Это слива гранат раскрытый и небольшие детали зерна граната и виноград. Итак, наше рабочее место мы организуем следующим образом. Должна быть опора для планшета. В данном случае нога для стола очень хорошо подходит для мобильной работы с таким планшетом. Я сижу на табурете. Рядом со мной стоит столик с материалами. Материалы должны находиться удобно для работы, то есть всегда нужно дотянуться до любого из необходимых материалов. Рядом со мной лежат выкрасы акварельных красок. Рекомендую на первом этапе особенно часто подглядывать в эту подсказку и запоминать таким образом название красок и расположение их в коробке, как я уже говорила раньше. Для меня эти выкрасы может быть удобны тем, что в работе у меня находится очень много коробок белых ночей для тестов, для разных задач. Поэтому, чтобы помнить точно, что находится в данной конкретной коробке, я тоже подглядываю иногда в эти выкрасы. Тут же у меня находятся тесты акварельных красок, которые тоже рекомендую вам самостоятельно выполнить на каждую из красок коробки, с тем, чтобы увидеть, какие смеси с какими красками наиболее удачные. Таким образом познакомиться со всей палитрой ваших красок. Это ваш рабочий инструмент, это те ноты, по которым вы будете исполнять симфонию в акварели. Дальше очень важную вещь должна сказать, особенно тем, кто только начинает обучаться акварели. Юным акварелистам хочу сказать, обязательно следите за своей осанкой, потому что именно прямая спина, здоровая спина, поможет вам в дальнейшем использовать максимум своей творческой энергии для работы. Планшет во время рисунка должен быть слегка наклонен, чтобы избежать параллаксов в работе. Когда вы будете рисовать, то потребуется, возможно, наклонная ситуация такая. Иногда можно использовать для этой цели стул со спинкой, можно использовать мольберт. Но в любом случае, ваша рука, которая будет держать карандаш, вот так правильно держать карандаш, не вот так вот, когда плечо уходит, и вы наклоняетесь над планшетом, и уже меньше видите перед собой пространство. Вот именно так, свободно и легко тренировать надо руку в движении, чтобы амплитуда была максимальной. То есть от плеча идет движение, и очень пластично движется рука. Для работы рекомендую делать тренировки в рисунке, много, и часто рисовать карандашом. Это будет все развивать вашу руку, тренировать. Ну, как музыкант тренирует свою руку в игре на фортепиано, например, да, исполняя многочисленные гаммы, так и художник ставит свою руку, тренирует свою руку, делает ее уверенной, крепкой в рисовании. Прямые линии, чтобы проводить, вертикали, чтобы проводить. Таким образом, чтобы глаз тренировался тоже видеть на листе. Ну, теперь, перед началом работы, на нашем планшете мы расположим лист акварельной бумаги. Я взяла чуть больше размером лист, для того, чтобы показывать какие-то объяснения еще на полях. То есть в центре у меня будет наша обстановка, и по бокам какие-то объяснения. Вы можете взять для работы меньшего размера лист, а какие-то тренировки по выкраскам делать на отдельных листах бумаги. Перед началом ознакомьтесь с листом, проверьте, какая сторона листа рабочая. Ну, в данном случае у нас фактура торшон, грубая фактура, да, бумаги Сезанн, и она видна очень хорошо, заметна. Чтобы отличить лицевую сторону от тыльной стороны бумаги, внимательно приглядитесь к типу литья. То есть на тыльной стороне при боковом свете, выставленном, можно увидеть легкую сетку, на которой бумага отливается. Сверху более естественная фактура идет к рисованию. Итак, у нас все готово к работе, и мы можем приступить к рисунку. Начинается все с композиционного наброска. Начинающим рекомендую делать эскизы. Сначала композиционные эскизы, затем тональные, цветовые. Все, чтобы решить все свои задачи, поставленные именно в эскизе, и уже тогда приступить к большой работе. Я не буду сейчас ограничивать свое поле рабочее какой-либо рамкой. У меня будет импровизация по поводу натюрморта, который сегодня у нас поставлен. Начнем с легкого наброска композиционного, чтобы обозначить расположение наших предметов в натюрморте. Легкими движениями я наношу сначала ключевые композиционные точки. Собственно говоря, здесь я должна сказать, что то, что сейчас вы видите или не видите, это отчасти рисунок, программа действий, которую я уже сложила у себя в голове, и которая случается на листе благодаря тому, что я хорошо понимаю, что я рисую. Благодаря опыту в рисунке, имеющемуся мы уже у меня. Конечно, не все так сразу и быстро и легко рисуется, если вы плохо знаете объект рисования. Поэтому, конечно, как можно больше рисунков, практики нужно делать для того, чтобы все получалось так, как вы хотите на листе сразу. Основные движения предметов можно... То есть обязательно нужно почувствовать, понять, где находится у нас плоскость, на которой стоят предметы, их расположение. То есть я примерно выставляю точки, где они находятся. Продолжаю искать элементы постановки. Теперь, когда я уже как бы осезаю свой интерморт более чутко, в таком легком композиционном наброске, еле заметном глазу, я могу приступить к позначению плоскости. Вот для чего требуются ваши тренировки в рисунке, чтобы все линии были чуткими, ровными, чтобы вы чувствовали пространство. Но это все касается рисунка. То есть акварель – это все-таки материал. А если у вас задача стоит что-то изобразить реалистически, то это все-таки рисунок. Чувство композиции и рисунок. И только благодаря опыту, упражнениям постоянным это развивается чуть-чуть. Вот такой примерно сюжет у меня получился. Наверное, он очень слабо заметен сейчас под камерой, но я как раз перейду к усилению этого рисунка. Если какая-то линия требует корректировки, то я беру мягкий ластик, стирательную резинку, кому как удобнее называть это. Да, и смахивать, конечно, вот эту пыль графитовую лучше кистью, чтобы не пачкать лист. Потому что карандаш мягкий, он может оставлять след. Ну, могу показать, как это происходит. Вот повозили немножко и запачкали бумагу. Руки перед работой должны быть чистые обязательно. И максимально, вернее, минимально касаться листа рукой именно нужно, чтобы не пачкать лист. Когда композиционный набросок уже почти готов, ну, можно, в принципе, себя ограничить форматом. Я сделаю просто легкие линии. Давайте теперь немножко усилим для того, чтобы четче видеть рисунок, все то, что мы сделали. Да. Теперь я более довольна композицией и усилию линии рисунка. Можно на этом этапе более четко держать карандаш, контролируемое движение. Как видите, я использую опору на палец. Очень часто я усиливаю линии там, где у меня будет идти касание светлого места в живописи к темному фону. К темному. В данном случае темный фон, да. До сих пор существуют споры о том, должны ли быть видны линии рисунка в акварели. Многие считают, что в акварели можно обходиться и в усе без рисунка. Но, собственно говоря, это достигается мастерством. Если вы уверены в рисунке, то можно обойтись и без него. Что касается груздевнограда, конечно, это очень сложный объект, потому что он состоит из множества мелких элементов. Сейчас я обозначаю отдельные ягоды, но стараюсь все-таки делать это пятном живописным. Наши листья немножко увяли. Давайте я постараюсь импровизировать и придумаю, что это у нас лист от винограда там лежит. Какая-то часть грузди вовсе ушла в тень. У нас важны ягоды, которые выходят на свет. Так, ну и передний план немножко более четко обозначим. Отдельные элементы можно двигать, даже если в постановке кажется, что она не на своем месте. Это очень важно, наверное, для того случая, когда вы работаете в группе, не всегда ваши модели стоят идеально. Старайтесь их находить положение в листе композиционно правильно, красиво, чтобы это было оправдано. Так, ну вот с этим хвостом мы сделаем так, чтобы он вышел на свет, наверное. Вот так. Получилось такое у нас движение хвостиков красивое. Натюрможный столик я специально не ограничивала. Сделала фронтальное решение. В данном случае я просто специально концентрирую внимание только на фруктах. Ну все, рисунок можно считать готовым и можно уже приступать к подготовке бумаги, к живописи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!